друзья всем привет с вами интернет-магазин antelive.com.ua сегодня буду рассказывать и показывать вам такой смартфон как lenovo s 660 это новинка которая недавно появилась на рынке считаю что очень сбалансированная такая модель очень интересный смартфон по характеристикам по техническим и по цене цена приблизительно 175 долларов в наличии у нас на складе в украине с нашей гарантией про смартфон немножко позже давайте рассмотрим комплектацию поставляется смартфон вот такой вот коробки обязательно есть пленка вместе с телефоном пленка наклеена на экран и дополнительная пленка идет в комплекте документация производителя в комплекте зарядное устройство переходничок гарнитура и юсб кабель зарядное устройство давайте посмотрим насколько на 1500 миллиампер касательно телефона телефон выполнен в размере 47 дюймов есть у него металлическая задняя крышка в общем-то мне очень нравится по дизайну эта модель давайте рассмотрим основные его особенности спереди у нас экран 47 дюймов IPS матрица логотип линова динамик фронтальная камера на 0 3 мегапикселя датчик приближения освещения и индикатор пропущенных звонков снизу три сенсорных кнопки которые немножко подсвечиваются слева направо это меню домой назад также здесь есть микрофон экран у нас естественно закаленное стекло которое не царапается сзади логотип линова металлическая крышка есть решетка под динамик 8 мегапиксельная камера дополнительный микрофон и вспышка вспышка нормального хорошего уровня сверху разъем под наушники больше принципе ничего нет снизу разъем для зарядки и с этой грани в смартфоне есть качелька громкости кнопка включения выключения с этой грани нет ничего очень интересный дизайн металлическая крышка действительно металлическая не пластиковая как говорят во многих обзорах есть защелка под крышку крышку довольно таки тяжело открывать она действительно металлическая значит достоинством этого смартфона является аккумулятор на 3000 миллиампер часов есть здесь два стандартных слота под сим-карты сим-карты работают в стандарте gsm плюс wcd м и и слот под micro sd карточки у меня стоит 16 гиг поддерживает 32 без проблем аккумулятор я тестил действительно 3000 миллиампер часов но про аккумулятор поговорим немножко позже пока смартфон был наш включать хочу сказать про эту заднюю крышку и про монолитность вообще корпуса всего ну вроде бы тестил я на многих моделях то есть не на одном образце немножко конструкция не монолитно и скорее всего вот это вот все издает вот такой вот звук в принципе если в руке держать смартфон то лежит смартфон довольно таки классно хорошо нареканий в этом нет но вот немножко ходит задняя крышка это факт ладно идем дальше по корпусу мне в принципе понравился корпус технические характеристики давайте смотреть через программу antutu собран этот смартфон на базе четырехъядерного процессора mtk 65 82 17 18 тысяч баллов это его показатель графический ускоритель мали 400 960 на 540 разрешение 8 мегапиксельная камера гик оперативки 8 встроенной есть слот под sd карточку и на этой прошивке sd карточка работает должным образом 65 82 частота 1 и 3 гигагерца фронтальная камера здесь пишет 5 но это на самом деле бред 0 3 мегапикселя далее посмотрим мультитач мультитач здесь пятиточечный и какие же датчики есть в этом смартфоне давайте тоже разберемся есть gps wi-fi bluetooth это все стандартно датчик приближения датчик освещения есть гироскоп а нет гироскопа здесь нету от га не поддерживает nfc тоже нету есть вспышка хорошая само собой есть акселерометр вот здесь видно что меняет он положение касательно прошивки прошивка здесь слева давайте сейчас вам продемонстрирую версию одна из таких достойных прошивок на это устройство и русский язык полноценный и sd карта работает должным образом и куча всяких плюшек интересных меню разблокировки мне нравится такой тут ползунок можно в sms ки можно позвонить можно просто разблокировать кнопка меню довольно таки интересно реализовано можно завести будильник включить фонарик посмотреть что мы запускали быстро туда зайти и обнулить оперативную память например тоже можно меню быстрого запуска тоже все это есть то есть по прошивке интересный вариант все ярлыки располагаются у нас на рабочих столах единственное что можно зайти в настройки посмотреть что в настройках у нас все тоже на русском языке есть очень много не очень много но есть датчики датчики режима в кармане громкости вызова быстрого ответа при входящем звонке и многое другое в принципе по прошивке я считаю что это лучшая прошивка на данный момент мы пробовали различные прошивки во многих прошивках не работает sd карта должным образом поэтому выбрали эту и на этой остановились экран здесь 47 дюймов здесь 960 на 540 разрешение лично я не могу сказать что меня напрягает вот эта вот маленькая пиксельность экрана ее вполне хватает для любых задач я не вижу пиксельность экрана менять ничего здесь не раздражает мне нравится как экран отображает цвета здесь IPS матрица углы обзора хорошие яркость экрана тоже на достойном уровне вот минимальный уровень яркости вот максимальный что касается углов обзора экрана углы обзора хорошие то есть если нам нужно смотреть вот так вот вот так углы достойные хорошие но как и в любом другом смартфоне средней ценовой категории по диагонали экран немножко теряет свои свойства и в данном случае немного уходит картинка в негатив и темные темные оттенки они идут становятся серыми то есть ну как в большинстве смартфонов я не считаю что это какой-то такой недостаток огромный мне экран действительно понравился касательно звучание меня порадовал звук и в наушниках очень громко и довольно таки достойно внешнее звучание смартфона сейчас вам продемонстрирую тоже все достойно выполнено в принципе у lenovo со звуком никогда не каких-то особых проблем не касательно разговорного динамика и микрофона тоже все отлично нареканий нет меня слышали отлично и я слышал тоже очень громко нареканий не могу никаких сказать по производительности здесь четырехъядерный мтк 6582 графический ускоритель mali 400 на этом железе много выпущено смартфонов это удачная связка графического ускорителя с любыми не full hd экранами то есть q hd hd обычная поэтому запускается все здесь отлично давайте продемонстрирую вам несколько игрушек не могу сказать что в играх что-то особо глючит gta немножко подключивая но там у меня стояли максимальные настройки asphalt 8 можно с легкостью играть поэтому для тех людей которые на смартфонах играют эта модель однозначно подойдет и не нужно бояться четырех ядер касательно аккумулятора аккумулятор здесь трехтысячный давайте продемонстрирую вам какие результаты реальные он показывает во первых в antutu тестере на разных прошивках в принципе я пробовал показывает вот приблизительно вот эту вот цифру семьсот тридцать пять семьсот сорок семьсот пятьдесят баллов это довольно таки достойный результат это конечно же не какой-то супер вау результат как у lenovo по семьсот восемьдесят или течель 4 400 там было тысячу четыреста то есть это в два раза меньше но тем не менее для бюджетного сегмента это достойно в режиме воспроизведения видео full hd видео максимальная яркость звучит звук есть 4 часа 30 минут до пяти процентов в режиме игры epic citadel 3 часа 11 минут до пяти процентов хочу вам также сказать по поводу схемы вот этой вот разряда аккумулятора аккумулятор как только зарядился до 100 процентов буквально первые десять процентов он сжирает сам по себе ну вот вот так вот отрабатывает здесь датчик аккумулятора а потом он начинает уже нормально держать в принципе по вот этим вот диаграммка мы видите что каких-то таких особых провалов не наблюдается в смартфоне gps также работает gps ловит быстро и по карты отрабатывают так как нужно я долго не стоял на улице вот словила вот такое вот словила за 24 секунды это был первый старт и gps тест тоже словили словила все спутники основная камера мне понравилась довольно таки достойного уровня и здесь она на 8 мегапикселей видео запись идет формате full hd я делал различные фотографии принципе качество нормального уровня вспышка тоже мне порадовала вот кромежной темноте я делал фотку и четкость и вспышки тоже хватило осветить на дальняк фотки тоже нормальная даст довольно таки макро тоже нормальная в принципе камера наверное лучше чем у lenovo p780 но все-таки наверное хотелось бы тоже немножко чего-то более фронтальная камера плохая 0 3 мегапикселя такого же уровня как и многочисленных моделей от компании lenovo возможно даже одинаковые модели камер стоит стоят на а 850 с 660 по 780 они все мыльные такие без автофокуса ну то есть такое сугубо для видеозвонков каких то вот в принципе все вот такой вот он получился lenovo s 660 я считаю что модель однозначно удачная удачная она своими небольшими габаритами толщина чуть менее десяти миллиметров 3000 аккумулятор который нормально держит есть основная камера есть принципе фронтальная для любителей вспышка рабочая процессор мне нравится то что он найм ты кажется 582 они на 89 потому что 82 он лучше за счет своего графического ускорителя ну и цена невелика 175 долларов довольно таки достойно не обращайте внимание на то что здесь 960 на 540 разрешения экран смотрится шикарно яркие картинки они действительно такие сочные насыщенные и купите и даже не будете задумываться о том что блин вот маленькая пиксельности есть пиксельная сетка видно эти пиксели ничего абсолютно не видно даже не заморачивайтесь и не вздумайте думать про это ну и задняя крышка металлическая тоже в какой-то степени это стильно это востребовано очень многие клиенты спрашивают чтобы посоветуйте какой-то смартфон с металлической крышкой да она немножко вся эта конструкция немножко не монолитная скажем так но в принципе смартфон лежит в руке отлично и мне смартфон понравился спасибо всего доброго спасибо